Слава Господу, братья и сестры, что Господь позволяет нам еще, собираясь вместе, молиться Его Святому имени. И мы сейчас перед молитвой, я прочитаю Слово Божье, и мы будем молиться. Мне хотелось бы напомнить некоторые места Писания о том, как Слово Божье говорит, какие мужи Божьи угодны Господу и как служат Ему. Это место, и первое послание к Тимофею, 6 глава, с 1 стиха. Мое желание рассказать немножко о благочестии. Рабы, под Игом находящиеся, должны почитать Господ своих, достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божье и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья. Но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись Ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. «Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Вот так Слово Божье сегодня нам напоминает. Я прочитал весь этот отрывок. Почему? Потому что оно все в одном контексте говорит о том, что как человек должен поступать и как должен жить. Здесь в коротких словах апостол Павел напоминает Тимофею, чтобы и рабы, которые находятся под игом своих господ, чтобы они могли почитать Господь своих достойными, той чести, которую они должны им оказывать. и не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, и тем более они должны им служить как верные, потому что они верные и возлюбленные, и они благодетельствуют им. И вот апостол Павел говорит, кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа учению о благочестии, тот горд и заражен страстью к состязаниям. Всякий человек, который... Вы знаете, что Священное Писание, оно много говорит о благочестивых мужах, которые служили Господу, которые жили и на которых Бог особо обращал внимание. Мы сегодня утром слышали, как было напомнено нам об Иосифе. Написано, что он был муж богобоязненный. Ну, богобоязненный муж – это в то же время и благочестивый муж, потому что благочестие – это истинная любовь к Богу, которая показывает соблюдение божественных установлений и жизнь в чистоте и святости. И Бог обратил внимание на Иосифа, когда должен был послать Сына Своего на эту землю. Мария приняла этот плод, и Иосиф должен быть воспитанником Божьего Сына. И Бог не доверит Своего Сына кому-либо, но Он доверяет человеку, который действительно проявляет в жизни своей качество богобоязненного и благочестивого человека. Благочестивый человек – это тот, кто строго и неуклонно соблюдает религиозные и церковные установления. Так коротко характеризует, я прочитал в словаре, я не помню, что за словарь, но так коротко характеризует, что благочестивый человек – это тот, который неукоснительно, то есть не уклоняется, но соблюдает то, что говорят в церкви, то, что говорит Слово Божье, и старается исполнить его в жизни своей. И вот Иаков, он говорит в своем послании, говорит так, «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие». Оказывается, благочестивый человек, он должен обуздывать свой язык, свои уста. «Благочестивый человек, он должен показать образец и пример в своем поведении». Дальше Иаков говорит, «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Так, Слово Божье говорит, что какой должен быть благочестивый человек. И здесь апостол Павел говорит, что бывают пустые споры между людьми поврежденного ума. Знаете, люди заражены словопрением и пытаются доказать какую-то истину, хотя на самом деле они сами не знают, истина это или нет. Но им нравится спорить, им нравится доказывать и отстаивать свое. А может быть, просто люди заражены страстью к соперничеству. Это такое бывает в жизни. И апостол Павел говорит, «Удаляйся от таковых». Но он говорит, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Благочестивый человек и довольный, он всегда доволен в малом. Был такой Симеон в свое время. Написано о нем, что он был муж благочестивый. Он ожидал спасения Израиля. Он ожидал, что должен прийти Мессия. И ему было сказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя своими глазами. И он не просто так пришел в храм, но по вдохновению от Духа Святого, потому что Бог именно с такими людьми имеет дело. И он обращает внимание на таких людей. Корнилий – благочестивый муж, написано, богобоязненный. Своим благочестием, своей богобоязненностью, о котором говорят, что его, когда Корнилий послал в дом Петра, чтобы пришел Петр и сказал слова, от которых спасется он и вся его семья, то пришли и хвалили его, говорит, что он всеми почитаемый, уважаемый всеми иудеями. Вот такая была характеристика о нем. И этот человек своим поведением, своим благочестием приобрел спасение всему дому своему. Но здесь Слово Божье говорит, что бывают и такие люди, которые, знаете, завидуют, которые злословят, лукавые подозрения у них возникают в свое время. И братья продали Иосифа из-за того, что они позавидовали ему. Позавидовали в том, что он рассказывал им сны, позавидовали тому, что отец его любил очень сильно, Христа продали из-за зависти тоже, вы знаете. Поэтому Слово Божье говорит, что имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Всегда Бог дает человеку пользоваться тем, чтобы человек спокойно мог жить и радоваться на этой земле. И здесь Слово Божье говорит, что великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Потому что мы, придя в этот мир, мы ничего не принесли с собой. Ничего абсолютно не принесли с собой. Мы родились нагими. Вы помните, когда в свое время Ио, будучи, написано, что он богобоязненный человек был. Он тоже был благочестивый человек. Почему? Потому что Бог особо обратил внимание, когда ангелы пришли при лицо Божье, сыны Божьи пришли, и между ними явился и сатана. И Бог говорил, обратил мне это внимание на раба моего Иова. И когда был этот диалог, Бог позволил коснуться всего того, что было у Иова. Это был очень богатый человек. Он очень имел во всем, ну не имел ни в чем недостатка. Наверное, такого богатого, как он, из нас здесь нет. Но он любил Господа. И ходил, свято перед Богом исполняя то, что Бог повелел ему. И вот, когда сатана коснулся его, когда он всего лишился, что он сказал? Он сказал, «Нак я вышел из утробы матери, нак и возвращусь». Бог дал, и Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. И написано, «И ничем не погрешил он устами своими». Он не погрешил, потому что он понимал, что все, что он имеет, это Бог дал. Мы, придя сюда в этот мир, мы ничего не принесли, но все, что мы имеем, Бог дает. Он дает и пропитание, и одежду, и все необходимое для того, чтобы мы жили в этой жизни. Но больше пропитания и одежды Он дает нам наше тело и вечную жизнь. Наш дух. Это то, что Бог дал. То, что мы имеем. То, что наше на сегодняшний день. И вот Он в любое время может дать нам все блага и в то же время, в любое время может отнять их. Но в то же время, когда Бог дает пользоваться чем-то, и Экклезиаст говорит, в пятой главе Экклезиаст говорит такие слова. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, это дар Божий. Это дар Божий. Все, что сегодня Бог дает, это дар Божий. Он дает пользоваться временно, потому что проходит жизнь, человек уходит с этой жизни, и ничего с собой не берет. И апостол Павел, он говорит к филиппийцам, говорит так, «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Каждый благочестивый человек, который служит Богу, он может сказать, «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Потому что в малом человек довольствуется, когда есть многое, он не прельщается этими богатствами, он не обольщается ими, но он служит тем, что Бог дал, служит же Господу, служит тем, кто нуждается в этом. И поэтому Слово Божье говорит, что имея пропитание и одежду, будем довольны тем, потому что всякий человек, который прилипляется сердцем своим к мирскому богатству и готов достигать его всеми правдами и неправдами, то дьявол видит таких, видит, на какие пути влекут их вожделение, то он и расставляет им свои ловушки на нем. Дьявол видит, чье сердце куда увлечено. Вы помните такой случай, который произошел в свое время в народе израильском, когда Иисус Навин вел народ Божий в Ханаан. И вот смотрите, написано, я прочитаю это место, записано в 7 главе Иисуса Навина. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого, а хан сын Хармия, сына Завдия, сын Азара из колена Иудина, взял заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля». И вы знаете всю эту историю, как было расследование, как Иисус Навин плакал перед Господом и молился, «Господи, за что это нас постигло?» Ну вот я прочитаю в конце, что здесь, когда уже выяснили, что произошло и кто был причиной поражения народа Божьего. И вот, когда уже выяснили, что это а хан украл, взял, то он говорит так, «Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось. И я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». Ну всего-навсего. Одна одежда, 200 сиклей серебра и 50 сиклей золота. Это не так уж много. Это не настолько много, чтобы разбогатеть. Может быть, он думал, что на этом он может составить себе состояние. Может, в то время это были очень большие деньги или большое состояние, но оно не стоило того, что постигло его дальше. Первое, то, что он ввел в грех народ Божий. А второе, смотрите, «Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана сына Назарина и серебро и одежду и слиток золота и сыновей его и дочерей его и воловь его и ословь его и овец его и шатер его. Все, что было у него, вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус, «За то, что ты навел на нас беду, Господь наводит на тебя беду в сей день». И побили его все израильтяне камнями, сожгли огнем и наметали на них камни. Ну, стоило ли из-за того слитка серебра, золота или той одежды наводить беду на все свое семейство, на все то, что он имел? Благочестивые мужи, они спасают свое семейство своим служением Богу, своим отношением к окружающим. Но нечестивые люди, они навлекают сами на себя беду, как и Слово Божье говорит, а желающие обогащаться. Впадают в искушение и в сеть во многие безрассудные и вредные походи и погружают людей, которые погружают людей в бедствие и в пагубу. А хан навел на себя бедствие. Он навел на себя ту пагубу, которую никому не пожелал бы никто в жизни. Но Слово Божье говорит, что это не богатые. Богатые, они имеют достаток в этом мире, они довольствуются тем, и к богатым особое слово, Павел говорит Тимофею, чтобы он их говорил, чтобы они не полагали надежду на богатство свое. Но он говорит, что те, которые желают обогащаться, здесь Слово Божье говорит, что корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись многие уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Многие из-за того, что возлюбив этот то, что в жизни они могут достичь или этот мир, они уклоняются от веры. Апостол Павел говорит Тимофею во втором послании, уже в четвертой главе он говорит так, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. И он говорит, и пошел в Фессалонику, и крикет, и далее. Димас, который был служителем или помощником, может быть, Павла, он оставил его, возлюбив нынешний век. Вы знаете, этот мир проходит, и все, что в нем, оно проходит. Но то, что Господь дает, то, что Бог сегодня дает нам, это жить благочестиво, праведно, и свято, это никогда не пройдет. И вы знаете, еще одно место я напомню, это в 72-м псалме, вы знаете, это псалом Асафа. Асаф, который служил Давиду, был при храме, и он тоже говорит, что он едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых. Ну, вот так действительно посмотреть на этот мир и на все окружающее, то можно позавидовать и сказать, ну, действительно, эти нечестивые, они живут хорошо. И как Асаф здесь говорит, что на работе человеческой их нет, с прочими людьми не подвергаются ударам, им нет страданий до смерти их и крепкие силы их. Они ни в чем не имеют, кажется, ни в чем не имеют недостатка, живут прекрасно, хорошо, все у них благополучно, и дети их с ними, и все у них процветает, и говорит, едва не пошатнулись стопы мои. Димас вот так, наверное, тоже посмотрел в свое время и смотрит, ну, нечестивые живут хорошо, а что я буду с этим Павлом ходить, когда Павел подвергается постоянно гонениям, постоянно его там побивают камнями, палками, гонят отовсюду, но апостол Павел знал, что, куда, знал, кто его послал на этот труд, и куда он идет, и какая цель у него, и естественно, эту цель он рассказывал и Димасу, и всем остальным, и они знали это прекрасно, но вы знаете, вот иногда прельщает этот мир, прельщает, когда смотрит, и человек думает, колеблется, вот так же и Осав говорит, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои и язык их рассказывает по земле, то есть они злословят Бога, они над всем издеваются, и говорят, ну как это может быть, когда он говорит о себе так, а, я извиняюсь, и тут еще он говорит, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего, и вот это нечестивое благоденствует векаси и умножает богатство, и Осав говорит, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро, но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен бы был предроном сынов твоих. Осав, он не прельстился, но он говорит, если бы я так сказал, буду рассуждать так, он не сказал так, но просто такое волнение было у него в сердце, он смотрит, и народ туда обращается, где находятся эти нечестивые, и говорит, пьют воду полную чашу, и эти скорби их постигают там. Ну и дальше Осав говорит так, «И думал я, как уразуметь это, но это было трудно в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их, так на скользких путях поставил ты их и не звергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение и исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». И ниже он говорит так, «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, а потом примешь меня в славу, кто мне на небе и с тобою ничего не хочу на земле». Вот так восклицает Осав, когда вошел во святилище и увидел конец всех этих нечестивцев, всех тех, которые стремятся к обогащению, все тех, которые стремятся к наживе земной, к благам земным. Он говорит, конец их печальный, но говорит, кто мне на небе и с тобою ничего не хочу на земле, так же и апостол Павел говорит Тимофею, когда он говорит, что вот такие люди будут, и он его предупреждает, чтобы он остерегался любви к деньгам, так как это пагубно для многим, чтобы он не прилепился к земному, но чтобы он следовал к добру, снося все те укоризны, оскорбления, обиды и скротостью наставлял противников своих. Потому что апостол Петр, он говорит, в терпении покажите благочестие, потому что благочестие, оно не может быть без терпения, без добродетели, оно не может быть. И вот апостол Павел говорит, когда пишет дальше Тимофею, что говорит, что многие уклоняются, подвергают себя многим скорбям, «Но ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости». Пусть Господь сегодня благословит и нас, чтобы и мы могли убегать от этого мира, удаляться от тех, которые имеют вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. Благочестие и сила благочестия, они вместе, но те, которые отвергают силу Божью и стараются показать свой благочестивый вид, хотя и не имея его, они разрывают то, что Бог соединил воедино. Поэтому я хочу сказать, что Бог говорит, вернее, Слово Божье говорит, чтобы мы удалялись от таковых, уклонялись от таковых, не имели общения с такими людьми. Почему? Потому что эти люди, они заражены страстью к тому, чтобы жить только на этой земле, жить только в этом мире и довольствоваться этим миром. Но Господь для нас приготовил несравненно лучшее. Поэтому Он и говорит, что «Ты же человек Божий, убегай сего». Это слово сегодня говорит каждому из нас, кто здесь находится на этом собрании, кто сегодня слушает и пусть он услышит эти слова. Слово Божье говорит «Ты, ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, вере, любви, терпении и кротости». Пусть Господь благословит, чтобы это слово, оно осталось в наших сердцах и мы могли его исполнить в своей жизни. Аминь. Помолимся ему.